Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я подвзяста великолепие Твое, приливы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Поздравляем вас с Великим Двунодесятым Праздником, с Всемирным Воздвижением Чеснага и Животворящего Креста Господня. Сегодня 27 сентября, пятница. И в этот торжественный день за богослужением неизменно читается первое послание апостола Павла Коринфянам. Глава первая, стихи с 18 по 24. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано, погублю мудрость премудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо, когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа, распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божию силу и Божию премудрость. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня православный мир чтит крест Господен, чтит орудие нашего спасения, ужасное и для нас сегодня спасительное. И сегодня мы читаем с вами первое послание апостола Павла Коринфянам. И мы неумолимо должны следовать буквальному толкованию, буквальной экзегезе, а уже исходя из этой буквальной экзегезы, каждый из нас должен делать выводы о своей вере, о своем православии сегодня, в контексте каждой индивидуальной ситуации, каждой индивидуальной человеческой жизни, тех обстоятельств, в которых каждый из нас оказывается каждый день, каждую секунду, и в этот час в том числе. И апостол Павел пишет о коринфской общине. И мы говорили с вами о том, что в этой общине было много проблем, и проблемы сопутствуют нашей жизни всегда. И христианин никогда не сможет убежать от этих проблем. Христианин не убегает от проблемы. Христианство – это не религия, не вера, где мы закрываемся от проблем этого мира. Христианство учит нас правильно воспринимать эти проблемы и, преодолевая их, становиться совершенным и совершать дело своего спасения. Мы не стремимся убежать в некую нирвану, освободиться от этого мира, уйти от страданий, уйти от любви, уйти от горя, уйти от радости. Но мы учимся воспринимать это сквозь призму Креста Господня. Как сказал блаженный Августин, Господь наш Иисус Христос, Он по божеству своему тот, к которому мы стремимся, а по человечеству это тот, чьим примером мы вдохновляемся, по чему пути мы идем. И вот сегодня апостол Павел говорит Коринфянам о том, что центр христианской проповеди, центр нашей веры созиждется и является, опирается на тот фундамент, который внешнему миру может показаться безумием или соблазном. И говоря о всем мире, конечно же, мы говорим о той среде, в которой проповедовал апостол Павел. Это среда языческого мира со своей ментальностью, со своей культурой, философией и даже богословием. Хотя говорить о языческом богословии не приходится, потому что его как такового и не было. Если мы говорим о религиозной структуре, была философия, но богословия не было. Такого развитого, какое явила нам и иудаизм, дохристианский, то есть ветхозаветная церковь и уже христианство, синтезировав христианскую веру и греческую философию. С одной стороны, это богословие, с другой стороны, это соблазн веры у иудеев. С одной стороны, мы сказали, что это языческий мир со своей культурной составляющей, и с другой стороны, это иудейский мир со своей культурной, особой религиозной составляющей. И для тех, и для других это был либо соблазн, либо безумие. А для нас же, говорит апостол Павел, крест Господень есть фундамент веры, фундамент нашего спасения, и сила Божия, и премудрость. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Для погибающих это все те, кто отвергает крест Господень. И действительно, языческий мир, иудейский мир в том числе, в принципе, не избежал того соблазна, той прелести, что мыслить Бога уничиженным. Хотя, как ни странно, именно в иудейских писаниях раскрывается эта идея, идея так называемого страдающего Мессии. Например, в пророчествах пророка Исаия, в трудах пророка Исаия, мы четко видим эту концепцию страдающего раба Божия, страдающего Мессии, Машиаха. Но, так или иначе, Бог всегда был для человека чем-то очень далеким и всемогущим, недостижимым, неописуемым, великим. И это действительно так, но однобокость этого взгляда не позволила людям, большинству тогдашних людей, увидеть во Христе Бога, увидеть в нем вот акт страдающей любви Божией, сострадающей человеку. Конечно же, идея страдающего Бога не вписывается в концепцию всемогущества Божия. И поэтому сложно было воспринять язычникам с их идеей всесовершенного блага, всесовершенного Божества. Всесовершенное не может быть ущербным, не может страдать. Поэтому Бог не может страдать и умереть на кресте. Это позиция язычников. Позиция иудеев зиждилась на Священном Писании, потому что написано было «проклят всяк, витящий на древе». Это было написано в Ветхозаветном каноне библейском. И поэтому для них был соблазн поверить в распятого на древе креста. Поэтому для других, для одних это было безумие, для других это соблазн, но для всех это было юродство. То есть в целом это было глупо для них. Но для нас, для верующих, это сила Божия. Ибо написано «погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». Это пророк Исаия, глава 29, стих 14. Где мудрец, где книжник? Мудрец, где книжник? Здесь сразу идет как бы отсылка к «мудрец» — это философ, это языческий мир. Книжник — это знаток ветхозаветных писаний, это иудей. Где совопросник в веках всего? Где эти люди, которые задают эти вопросы, «Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью познал Бога в премудрости Божией, то благоугод... точнее, не познал. То благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Люди не познали премудрость Божию, открывающуюся нам в откровении, во всей полноте. И Бог через вот эту внешнюю, казалось бы, для нас несуразицу, как это всемогущий Бог может умереть на кресте, как Бог может умереть. Соответственно, Бог именно такой глупостью для мира спасает нас. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. Иудеи требуют великого, могущего Бога, который Бога воинств, Бог Саваоф, переводится с еврейского «множество Бога воинств». Он требует, чтобы Бог разящим мечом освободил иудеев от гнета язычников, и все зажили бы прекрасно. Иудеи мыслят так, язычники ждут некой глубокой философии, но все это проходит мимо того деяния, которое Бог сделал для человека, мимо любви Божией. Не в том, не в другом взгляде нет любви, а в деле Христа есть высшая любовь. Христос умирает за всех. А мы проповедуем Христа, распятого для иудеев соблазн, для эллинов безумия, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость. Итак, дорогие братья и сестры, в день двунадесятого праздника мы прославляем крест Господень. Дай Бог, чтобы для всех, для нас, крест Господень стал действительно силою, а не соблазном и не безумием. Всех с праздником, всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч!